не знаю видно не видно но метет конечно хорошо навалило у нас снега здесь чистишь чистишь вот смотрите сколько снега навалило это есть расчистить машину да это просто ужас потому что ты его вроде бы вот чистишь чистишь она не заканчивается или заканчивается но лучше почистить чем потом еще сантиметров 20 выпадет и вообще сугроб будешь от подкапывать как то вот так весело получается какая у нас красивая зима сейчас на улице минус 14 вот у нас такие узоры на машине прикольная снег просто лежит так снег делаешь и улетает влетает красиво ты как но минус 14 аж машинка завела кстати без проблем здесь он солнце светит уже тает ну а дизель даже не пытался заводить не хочу его мучить сколько здесь бензина тасс он она завелась без проблем сейчас несколько мест нужно заехать на почту забрать посылки поедем все забирать всем привет солнечного февраля сегодня опять в университете и мне нужно поправить своим образцы кое-что подготовить для следующих испытаний и анализов сейчас в принципе буду этим и заниматься как карел на зима в этом году просто сказка и морозы и снег все подряд здесь кстати почему птички поют а только среди на февраля кстати хотел показать здесь видно вот на лавочках сколько снега какой слой снега выпадал но правда он уже подтаял но можно понять что снега в этом году у нас реально очень много здесь кто-то оставил вот такого прекрасного снеговичка прикольно кстати вот смотрите как размерзалась замерзалась все стекает какой лёд да зима конечно крутая но сейчас опасность есть вот таких вот ледышек их здесь полно кстати нужно всегда смотреть сверху что там происходит наконец-то я нашел вот такую мойку с такой пеной это просто активная пена розового цвета это при мойке когда можно самообслуживание ты этой пеной машину опениваешь как бы говоря ждешь там 60 90 секунд и она сама все смывает то есть самому не нужно ничего стоять с мощалкой там и что-то делать и наконец-то я ее на шоу он прикольно она смотрится конечно так несколько раз можно съездить стоит это удовольствие не слишком дешево там от 5 до 10 евро зависимости как быстро вы моете но можно съездить всем привет друзья у нас как бы сегодня опять снег на улице 7 марта и как-то вообще неожиданно пошел снег ой не хочется опять снег я понимаю что это уже последний снег хотя я думал честно что последний снег был неделю назад потому что прошлой неделе у нас было хорошо и тепло к сожалению ошибался я опять катаюсь на toyota prius мне товарищ привез так как он там вахтовым методом работает машинка стоит катайся катайся бери катайся пусть он стоит с радостью со своими еще разобраться ну да ладно мы пока здесь по делам катаемся снова в сантаришках узнает узнает сантаришки парковка кстати кто приезжает сюда сантаришки примерно вот это отделение или там где-то в соседние можно остановиться на парковке вот здесь возле максима я так часто делаю если вы ненадолго потому что здесь там не помню час или два бесплатно и спокойно можно себе машину оставить потому что на вот этой парковке что здесь здесь сразу надо платить через 15 минут это такие уже нюансы ладно мы пойдем дальше по своим делам и будем ждать когда закончится этот снег уже наконец итак друзья имеется носу такой вот пылесос сейчас мы будем проводить ему техобслуживание что именно будем все менять на новое вот это новое вот это старая штучка там еще и стареятная хочу поменять все на новое потому что уже пришло время пылесос это самый обычный сегодня не робот вакуум называется извиняюсь конечно за качество потому что он с 8 вечера уже 8 ночи и я так быстренько надо сказать посчастливилось в общем купить этот пылесос по дешевке убирает хорошо я им доволен мы его запускаем два-три раза в неделю и четко все но нужно понимать что все-таки после него нужно прибирать потому что он не во все углы залазит и не все он убирает он убирает только там где он достает то есть остальное к сожалению не убирает убирал бы все был бы вообще золотой а так в принципе за эти деньги его с головой хватает есть там еще моющие не моющие но толку от них там я читал особо нет поэтому есть то что есть сейчас быстро все поменяю и протру все сенсоры и будет как маленький всем большой привет сегодня очень знаменательный день потому что я иду стричься впервые за мне кажется 8 лет я буду совершать нечто со своими волосами потом покажу вам что получится немножко конечно нервничаю потому что давно ничего не меняла я такой очень стабильный человек в этом плане но пришло время весна такое настроение хочется перемен поэтому решилась в общем уже записалась сейчас иду я вам так и не показала свою стрижку кстати уже два дня прошло очень здорово мне так нравится как получилось мне сделали такой небольшой каскадик и сняли 15 сантиметров волос может даже больше но вообще я так рада стало очень легко и сейчас почему не показала вам конечный результат потому что было очень много работы мне написали что будет конференция в университете факультетская и для молодых ученых и нужно представить результаты исследований потому что это очень это необходимо и обязательно для того чтобы защитить магистрскую диссертацию в литве и сейчас я уже спрялялась слушаю как остальные представляют свои результаты я была одна на английском языке хотя там были представлены тоже как что литовцы обучаются на английском но они тоже по-литовски говорили и сидела там понимала но конечно не все и сейчас слушаю как как остальные представляют представляют результаты и думаю уже буду скоро отключаться потому что всех не послушаю я была седьмая всего двадцать четыре человека обалдеть сейчас покажу вам как это все выглядит все в зуме понятно вот так показывают схемы двадцать четыре двадцать восемь участников короче вот так но работы сейчас реально очень много уже хочется позакрывать все эти проекты которые висят и висят и начать уже то что хочется мы будем вливаться постепенно уже на канал кто-то писал под видео одним что мы вчера ему выложили что зимой флешка замерзла и медленно все делается ну знаете так так оно и получается но уже скоро будут видео из весны из февраля месяца я думаю вы смотрите это видео не сильно далеко от конца марта так что мы вливаемся в режим и хотела рассказать еще про авантюру в которую мы с Сашей встряли очень кстати интересная и здоровская авантюра мы пошли на на марафон по личностному росту который называется марафон исполнения желаний его ведущая это Елена Блиновская мы о ней раньше никогда не слышали попали на него совершенно случайно но целый месяц длился марафон и мы мы вышли из ужаснейшего состояния я вам скажу честно потому что в январе было все очень печально в феврале мы пошли на этот марафон он закончился как раз 13 марта и ну жизнь просто перевернулась не могу сказать что прям глобально потому что очень много еще нужно для себя прожить и понять но ну вот как прежде уже не будет это точно поэтому одна из моих скажем так одна из моих целей была это немножко измениться и я решила что время постичься потому что 8 лет жить без изменений это это не жизнь я так считаю и поэтому я сейчас очень сильно радуюсь если укладывать да и можно не укладывать то все замечательно короче здорово я рада я рада что я рада что было что все это Субтитры сделал DimaTorzok